Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с величайшим трепетом, благоговением и страхом Божиим приступает ныне Святая Церковь к одру пресвятой и преблагословенной Владычице нашей Богородице. По ее честному спению Петр проливает слезы. Виждайте, ах, растерты, не погребе, и молятся, по ежи не оставите сирот на земле, христианский род, Господь, так же и мы, так же и мы, чьимся излить Божией Матери наши недоумения и скорби. Но, они должны отступить. Божия Матерь принимает, Матерь живота принимает бездыхавное состояние. Назвучается ее душа с телом, наступает земная смерть, погибное чудо. И здесь мы должны остановиться, зная, что все наши земные неизбежные смерти, все наши земные неизбежные разлуки имеют во Христе связь с успением. Божия Матерь отдата, чтобы смерть каждого из нас была успением. Божия Матерь имеет силу и власть, сама пройдя сквозь гроб. Божия Матерь был наш, не миновал, хотя она и Матерь живота, не миновала гроба и могилу. Без склепа, без дыханного сна. Как же нам уставить наши чувства, наши мысли? Как же нам взять в ток, принять урок, поучиться и принять благодать и милость, избавление от страха смерти и от печали и скорби и разлуки с близкими и любимыми нами людьми? И здесь Божия Матерь в тайне подает нам святую надежду, что наши усопшие ее молитвами пройдут мытарства, и что наша смерть не будет ужасной и страшной и для нас, и для наших оставленных на земле близких. Мы не понимаем, как это может быть, не знаем и не можем себе представить. Но благодать Божия отсказывает нам. Молись Божией Матери. Проси у нее благонадежность, тишины, надежды, упования, радости духовной самой смерти и смерти близких. Возможно ли это? Не слишком ли сильные слова? Но ведь мы, христиане, мы веруем, что Христос воскреснет. Божия Матерь первая из всего рода христианского воскресла, в тайне, соединившись душою с телом и оставив кровь пустым, и теперь в воскресшем теле находится от лесной сына и Бога своего и молит за весь наш с вами христианский род, страждущий, бедствующий в этом злом мире. И поэтому наше упование на воскресение из мертвых, наше упование на победу над смертью. Только Божия Матерь подает этот залог, уже свершившись прежде смерти Пасхи, воскресенье, в день, тайна и сакролизма. Для этого мы обступаем в Европу, служим, для этого мы держим пост, каемся в своих брехах, ищем утешение, ищем избавление, ищем радости, не человеческой, не земной, не тленной. Находим ли ее? Все ее знают только тот, кого пригрело пречествие, кого оно удостоило этой тайны, непостижимой, святой, нетленной радости в самой смерти, которая делается успехом. И мы уповаем, что и наша смерть не будет болезной, не будет жуткой и мучительной. Но не только об этом, мы молимся. Что там наша смерть? Мы молимся о том, чтобы смерть всех христиан, даже только кто крещен, кто только одним вздохом призвал Господа, был помилован при честь и Богородице. Мы молимся о том, чтобы, когда мы слезы льем за наших родных и близких, ушедших от нас, взятых Богом на тот свет, и когда душу сжет досада, чувство вины перед ними, неутоленными, И всякая скорбь, чтобы Божья Матерь окропила бы наши души этим иссотом, чтобы она утешила плачущих и рыдающих, чающих Христову утешить, чтобы она отерла всякую слезу и не всякую, только слезу христианскую. Дорогие братья и сестры, приникнем же к этому источнику благосты, с покаянием и надеждой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...